За дарма могло бы быть названием сайта типа Авито или Дром. Но тут как ни странно про IP-телефонию. Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. IP-телефония – это из области скорее коммерческой, тут не бывает ничего бесплатно, но заглянуть сюда все-таки интересно. Облачная АТС, виртуальные номера, CRM – все это, к сожалению, может стать необходимостью для НКО и благотворительных организаций и приходится раскошеливаться. Но вот за дарма, возможно, неплохой вариант в этом случае. Он на рынке уже довольно давно, насколько я понял недорогой, не за дарма, конечно, но недорогой и давайте прямо по-быстрому посмотрим, что тут есть. Углубиться, конечно, в рамках одного скринкаста не получится. Сразу пройдем регистрацию, нужно ввести электронный адрес, имя, пароль, поставить две галочки и продолжить. На почту приходит код, вводим его и далее. Нам присвоили SIP-номер. Теперь мы уже кое-что можем. Например, получить 20 рублей на счет, одна исходящая минута на мегафон, пока пропущу. Давайте разберем услуги, которые нам предоставляет сервис. Выберем звонить с сайта. Но звонить не будем, так как исходящие и платные, а денег на счету нет. Ну а тут все просто. Забиваете номер, на который хотите звонить и нажимаете трубку. Звонок на мегафон, например, стоит 16 рублей в минуту. Справа сохранится исходящий вызов. Снизу под циферблатом наш SIP. Если вы подключите себе виртуальный номер, то можете указывать его. И как раз следующая услуга — подключение номера. Позвонить на ваш SIP-номер нельзя, вам нужно подключить виртуальный, и за это придется платить аванентскую плату. Кроме того, есть номера, где есть еще плата за подключение. Сам виртуальный номер мы можем выбрать правее. Выбор небольшой, но он есть. Далее услуга SMS. Она работает только после пополнения счета, то есть она платная. Но ее рассматривать точно не буду, потому что это уже не вчерашний день, а вчерашний век. Да и денег жалко. Услуга обратного звонка — это функция, которую вы, наверное, часто встречали в интернет-магазинах. Напишите свой номер, и мы вам обязательно перезвоним. Есть коллбек-форма для сайта, ее можно скачать, пройдя по ссылке. Мы двигаемся дальше. Следующая услуга — актуализация контактов. Проверка номера. Тут можно проверить либо один номер, либо много номеров, обещают аж до пяти тысяч. Стоит одна проверка — 65 копеек, а если оптом — то вроде 35. Функция классная, если вы хотите актуализировать свою записную книжку или, например, фонд собрал какую-то базу контактов в свое время и нужно отсеять неактуальные. Следующая услуга — видеоконференция. Бесплатно тут доступна только одна комната на 10 человек. Создаем комнату, нам дают ссылку для видеосвязи или можно просто голосом позвонить по номеру и вбить пин-код в тоновом режиме. Но видеоконференциями сейчас, конечно, никого не удивишь. В описании ссылка на плейлист с кучей бесплатных и крутых. Далее речевая аналитика. Доступна только на АТС. Услуга платная, рассматривать не будем. Вкратце смысл в том, что по какому-то номеру будут записываться звонки и переводиться в текст. Программа в автоматическом режиме анализирует, какие слова употреблялись в разговоре и в каком количестве. Удобно для повышения продуктивности, но это скорее все-таки для коммерческих организаций. И так как пошла тема АТС, давайте АТС и создадим. Пишем сколько сотрудников. Для трех сотрудников дается 14-дневный триал, поэтому на трех сотрудников и создадим. Заодно еще и CRM стартанем. Далее выбираем SIP, к которому будет привязан АТС и куда будут попадать входящие звонки. Сразу на номер сотрудника, на приветствие или на голосовое меню. В голосовом меню пишем текст, выбираем голос и ставим количество пунктов. Далее будет настройка пунктов и их привязка ко внутренним номерам сотрудников. В варианте приветствия пишем текст, который будет проговариваться до соединения с сотрудником. Ну и в целом с настройками АТС закончили. Теперь создаем CRM. Пишем название домена, заполняем нужную информацию и создаем. CRM в принципе стандартная. Общая информация, клиенты, сделки, информация по звонкам с возможностью звонить прямо из CRM, команда, которую мы можем редактировать, назначать должности и тому подобное. Также из CRM сразу можно перейти в настройки АТС, чтобы не прыгать по окнам. Словом, все просто и удобно, и все стоит денег. Я не пробовал подключать номер и работать в реале, но по логике может быть такое, что за 120 рублей в месяц, а таковой заявлена минимальная абонентская плата за виртуальный номер, вы получаете безлимитные входящие звонки на этот номер. Но есть у меня опасения, что там всплывут еще дополнительные услуги, за которые придется платить. Ну в общем заглянули, вещь полезная, но лично мне, конечно, не близко. Вообще бизнес, он какой-то со своим лицом, типа кресла бюрократа. И непонятно почему, например, канва, который зарабатывает, возможно, огромные деньги, это не про бизнес, а задарма про бизнес. Странно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.